здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так сегодня у меня новенькая клиентка и сегодня мы с вами сделаем наращивание искусственных ногтей в прямом эфире грубо говоря потому что здесь мы сегодня совершенно без ускорения без единой секунды добавочного времени сделаем все в живом формате на одном пальчике я правда сделаю на десятих на десятерых пальчиках а вам покажу на одном но тем не менее можно посмотреть сколько времени занимает у меня каждый этап потому что очень много таких вопросов поступает мне в личные сообщения но и собственно говоря все можно просмотреть именно то как это выглядит в живом формате как обычно начинаем с подготовки ноготков в данном случае у нас было тоненькое покрытие гель лаком которое мы снимаем далее пилочкой мы проходимся по отросшей ногтевой пластине взрыхляя чешуйки натурального ноготочка и убираем свободный край ноготка в ноль для того чтобы нам было удобно подставить бумажный шаблон далее отодвигаем кутикулу разделяем между собой кутикулу и птеригий и дальше нам необходимо фрезой птеригий вычистить для того чтобы опять же обеспечить сцепление искусственного материала и натуральной ногтевой пластины потому что на клетках птеригия искусственный материал держаться не будет а как вы видите птеригия здесь довольно таки много как собственно говоря много и самой кутикулы поэтому мы аккуратненько кутикулу фрезой приподнимаем птеригий вычищаем обеспечиваем себе рабочее пространство для дальнейших манипуляций далее как обычно наносим праймер базовый гель тоненько втирающими движениями ну а теперь основная задача правильно подставить бумажный шаблон на миндалике нам бумажный шаблон нужно подставить немножечко ниже чем мы ставим на допустим арочный квадрат поэтому поделаем насечки для того чтобы бумажный шаблон стал уже чем натуральная ногтевая пластина видите он становится уже чем ноготочек где-то на 5 процентов уже чем сам ноготь потому что именно в эту узость потом у нас положится материал который образует толщину боковых стеночек ну и собственно говоря при опускаем наш бумажный шаблон для того чтобы получить именно ту форму которая нам нужна далее мы берем акрилатик и стараемся выложить наш ноготок в одну капельку но поскольку длины у нас получилось довольно таки много в одну капельку выложить не вышло не хватило высоты материала в апексе поэтому я потом на следующем этапе после просушки после того как поджала все это безобразие взяла еще капельку и доложила сверху вот тут все это и происходит берем еще капельку докладываем для того чтобы поднять высоту апекса как мы понимаем натуральный ноготочек у нас составляет всего лишь одну третью от всей длины получившегося изделия да поэтому нам нужно укрепить и уравновесить искусственный материал таким образом чтобы на натуральной ногтевой пластине и за пределами натуральной ногтевой пластины масса материала была приблизительно одинаковой чтобы у нас не сработали весы чтобы у нас не перевесил свободный край и не оторвал у нас искусственный материал с поверхности натурального ногтя ну а теперь все это безобразие нам необходимо опилить опиливается все очень быстро очень просто несмотря на то что кажется что материала здесь очень много пилежки должно быть очень много на самом деле зная четко схему от пилом и искусственных ногтей можно выпилить это все буквально таки за две минутки на каждый палец то есть опил всех десяти ногтей у меня занимает но максимум полчаса это если какие-то очень сложные ручки в целом на процедуру наращивания ногтей у меня уходит где-то час максимум что включает эта процедура подготовка натуральных ногтей подстановка бумажных шаблонов выкладка материала и опил всех десяти пальчиков маникюр и дизайн в это время не входят это уже отдельное время и обычно на это у меня уходит больше чем на наращивание с этим я вожусь намного дольше ну а собственно говоря если вас интересует непосредственно время моделирования время составляет где-то в среднем часик и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь нам осталось покрыть наши ноготочки. Покрываем сегодня вот таким вот ядерным красивым 18 оттенком Мастерс. Очень красивый цвет, летний, вкусный, сочный. Продолжение следует... Как обычно покрываем в два слоя. Я помню, что я вам обещала снять ноготочки, на котором будет для сравнения покрыто на первом слое близко к кутикуле и на втором, где будет видно ступеньку, которую я вам обещала показать. Но пока я еще это не сняла. Продолжение следует... В качестве дизайна у нас сегодня будет втирка, поэтому подравниваем ноготочек финишным покрытием, подсушиваем и затираем пигмент. Продолжение следует... Итак, вот такие ноготочки у нас получились. К сожалению, итоговое видео у меня куда-то делось с телефона. Но, тем не менее, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно. Оставайтесь на канале. Всем до новых встреч. Пока!